Русская школа художественной гимнастики Художественная гимнастика – визитная карточка нашей страны, так же как медведи, балалайка, водка, нефть и газ. Правда, в отличие от других стереотипов, этот уж точно заслужен. У Тяшева, Мухединова, Капранова – три звезды, три светлых повести. Это сейчас любой воскликнет. Художественная гимнастика для них, и они для гимнастики созданы. Но поначалу это приходилось доказывать. Это вообще не было моим желанием. Меня судьба привела в зал. И было это очень смешно. Это было в магазине. В четыре года меня увидела Касьянова Надежда Александровна. Это мой первый тренер. В очереди, когда я стояла, ждала маму, которая по талонам, если помните, такие времена были, получала еду. И вот так гнула пальцы. Вот так просто. В детстве. Это означает гибкость суставов. И фактически гнула пальцы вовремя и в тот момент в нужный. Что меня заметил тренер. Я стояла в очереди в кассе, в магазине. Естественно, Лисяна у меня была в поле зрения. Я никогда не выпускала. И вдруг я смотрю, она разговаривает с какой-то женщиной. А как раз в то время прошла такая серия, репортажи и в газетах, и по телевидению, что вот там цыгане. В Волгограде есть цыгане. Их достаточно много. У них даже есть там свой какой-то хуторок небольшой. И вот они якобы забирают детей. И всякое может случиться. Будьте внимательны, особенно к маленьким детям. Естественно, я подлетаю. Говорю, в чем, собственно, дело. Что вам надо от моего ребенка. То есть она увидела симпатичную мордашку в огромной такой шапке. Вот. И просто и пальчики очень тоненькие. Так как я была в одежде, было непонятно, какая я там толстенькая, пухленькая. Но пальчики у меня всегда были тоненькие и длинненькие. Это означало, что девочка будет худенькая и высокая достаточно. Вот. Потом она увидела мою маму, метр семьдесят три. Вот. И поняла все-таки для женщины это хороший рост. И она поняла, что девочка не маленькая точно будет, когда вырастет. Вот. Она говорит, нет, нет, не переживайте, пожалуйста. Я тренер по художественной гимнастике. Я не слышу слова художественное. Я слышу просто гимнастика. И как раз в это время тоже были публикации по поводу Мухина. Я говорю, нет, нет, ни в коем случае. Спасибо, извините, все, мы пойдем. Мы, естественно, отказались, потому что мама говорит, нам вообще этого не нужно ничего. Вообще спортивная гимнастика, нам это не нравится. Она говорит, да вы не понимаете, это художественная гимнастика, это совершенно другой вид спорта. Мама такая говорит, ну, там же все равно травмоопасный вид спорта. Вот. И, короче, долго-долго-долго мама думала. Думала где-то, наверное, целый вечер, целое утро. И в итоге, посоветовавшись с отцом, они решили попробовать. У меня сестра, старшая Катя, ходила на балет. И мама, чтобы меня одну дому не оставлять, брала с собой. И мы ждали на остановке троллейбуса, и к нам подошла молоденькая девушка и предложила Кате позаниматься. Это молоденькая девушка, мой первый тренер, не Федова Елена Юрьевна. А меня она брать не хотела, потому что я была слишком толстая. Но мама как бы настояла, и вот так вот началась моя спортивная карьера. На самом деле я пошла как бы с Катей, мы пошли, вот когда мама попросила, чтобы меня тоже взяли, просто для здоровья. Просто, чтобы ребенок не сидел дома. Потом мы просто для здоровья пошли в центр олимпийской подготовки. И как бы так пошло, поехало. Мама никогда не требовала от меня никаких результатов. Да и я и сама думала, ну нет так нет, мне просто нравится заниматься, и я буду. Карьера спортивная, ее началась, когда ей было 4 года. Она была у нас очень подвижным, озорным ребенком. Никогда не играла с девочками. Мне намного интереснее было общаться всегда с мальчиками, потому что у меня мой двоюродный брат старше меня на 2 года. Хотела играть в казаки-разбойники, в войнушки. Никогда не интересовалась куклами. Вот, и все меня такой пацанкой называли. Так как я занималась тоже спортом, я видела в ней будущую гимнастку. И как-то вот так получилось, что мой тренер будущий жила с нами во дворе. И она сказала, у вас такая девочка подвижная, постоянно бегает, играется. Не хотите ее, ну, энергию направить в нужное русло? И вот так вот я попала в художественную гимнастику. И когда только пришла в зал, я помню, мне так потянули сильно, мне это не понравилось, сказала, все, не хочу больше заниматься художественной гимнастикой, не буду. Она ощутила на себе вот это вот некомфортное состояние и сказала, нет, я больше в гимнастику не пойду. И сказала, если ты не пойдешь в гимнастику, значит, ты будешь ходить в садик. И где-то спустя полгода проходили соревнования. И опять-таки эта же тренер все-таки настояла. Римма Александровна Хохлова в ее зале настояла, сказала, приведите все-таки свою дочку, пусть посмотрит хотя бы соревнования. Я решила ее взять на соревнования, просто в качестве зрителя. Ей это все понравилось. Девочки все такие красивые, накрашенные, в красивых купальниках. Я сказала, все, тяните меня сколько хотите, буду все терпеть. Хочу быть такой же красивой. Терпела, терпела. А потом, когда уже ее тело было пластичным, эластичным, тогда ей было просто уже заниматься. Она иногда выбегала на помост и сама себя представляла. Выступает олимпийская чемпионка Зарина Мухединова. Все аплодировали. Конечно, это было как бы смехом, но нам в то время сказала тренер наша, Римма Александровна Хохлова, говорит, ваша дочь будет, обязательно будет чемпионкой. Мои первые успехи, я думала, начались, наверное, в 2003 году. Я выступила на своих первых международных соревнованиях. Когда я первую медаль получила серьезную, а серьезную я называю медалью, которая мне дала шанс попасть в команду, в самую сильную команду, наверное, я счастливая гимнастка, потому что, вы знаете, вот все называют золотая тройка, золотая тройка, Кабаева, Чащина, я маленькая. Вот когда я туда попала, в эту золотую тройку, я была самая счастлива уже гимнасткой. Я всегда чувствовала поддержку близких людей, даже когда у меня были неудачи крупные на соревнованиях, все равно меня всегда поддерживали мои тренеры, меня всегда поддерживают мои близкие люди. То есть за этим огромное спасибо. И мне всего 15 лет. И вы понимаете, то есть вот это основная, наверное, медаль, с которой все началось. Я занимаю третье место. Ровно через 6 дней мы летим в Карбелесон. Это очень крупные соревнования. Тут собираются все судьи олимпийской категории, то есть которые судят олимпиаду. Я выступаю там третьим номером, занимаю восьмое место в мире. В мире уже вообще. То есть Кабаева первая Чащина, вторая. Я восьмая. И вот тут на меня уже обращают серьезное внимание в 15 лет. И уже понимают, да, у России уже вот, смотрите, какие маленькие. Четко. Раз, два. Ага. Сейчас думаю. Молодец. Давай, держи. Умница. Дальше. И началась, наверное, такая вот история. Потом началась дисквалификация ужасная Кабаевой Чащины, которая, вы знаете, нашу всю... То есть мир художественной гимнастики был в шоке. А я маленькая, неподготовленная, и гораздо было... Было бы еще, наверное, годочек бы поездить третьим номером, пообтесаться, понимать вообще, что происходит. А меня везут сразу первым номером на финал Кубка Мира в Берлине. Финал. То есть у меня были какие-то места, были очки за чемпионат мира в командном зачете, за еще какие-то гран-при. Вот. И я выигрываю, приезжая туда, то есть все смотрят, маленькая такая, ну, легко будет сражаться. И выигрываю в 16 мне уже тогда все медали. Добро пожаловать в Мальмазель Лисанна Путяк-Шейбару. Восемь. Пять медалей Кубка Мира финала, и еще и команду мы выиграли. То есть здесь было, конечно, просто колоссально. И потом все как накатано. Все гран-при, все соревнования какие-то разного уровня. Конечно, это обидно, но я поняла для себя, что жизнь не остановилась. Нужно просто поставить новые цели и стремиться к ней. Вот вы пришли, у меня у детей шок культурный. Мне кажется, что я на правильном пути, потому что Бог все посылает и посылает. И я его все благодарю, благодарю и иду дальше. То есть отрабатываю. Хоть сама раздевайся и показывай. Чуть-чуть не слова. Этому тоже спорт научил. Не сдаваться, сражаться до конца. И я очень благодарна вообще за не один год, даже год костылей. Я не хочу там возвращать, что-то стирать и так далее. Потому что каждый год тело меня настолько сильный, настолько мудрый. И все время я с пользой, как-то использовала жизнь. То есть 8 месяцев нельзя прыгать, бегать. Окей, я буду плавать. Поплавала. Есть время, я буду читать литературу. Я очень много литературы перечитала. Очень много интервью перечитала великих людей, высказываний, когда там было им трудно, тяжело, вот самые тяжелые моменты. То есть у меня анализ в тот момент работал. Научилась мысленно притягивать к себе положительные эмоции, мысленно работать над своей программой. Я себе составляла упражнения с закрытыми глазами перед сном. Колоссальную работу делала. И сейчас мне есть, что передать моим гимнасткам, моим детям. Я думаю, что я умею проигрывать, потому что, как говорится, кто не умеет проигрывать, не сумеет и побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok